Здравствуйте дорогие друзья! Я хочу с вами поговорить о том, как легко и быстро, находясь буквально в любом месте, не прибегая к специальным средствам, проколам или клиникам, избавиться от синусита. Напомню виды синусита. Это гайморит, воспаление верхнечелюстных пазух, фронтит, воспаление лобных пазух, этмоэдит, воспаление решетчатого лабиринта и сфеноэдит, воспаление клиновидных пазух. Я уже дважды успешно избавлялся от данной болезни с периодичностью в год. В первом случае у меня заболела левая гайморит, пазуха, и я довольно быстро придумал способ, как избавиться от болезни. Во втором случае у меня ничего не болело, шли зеленые сопли с неприятным запахом гной. Я также прибегнул к этому способу и быстро стал здоров. Теперь, видя эффективность данного способа, я хочу поделиться с вами. Метод сводится к элементарным познаниям физики. Сейчас я вам на опыте покажу, как это действует. Здесь у меня пустой шпринц, баночка с водой. В ней просверлено отверстие 4 мм. Представим, что это одна из наших предаточных пазух. Как видим, ни в горизонтальном, ни в вертикальном положении жидкость не торопится покидать емкость, так как разряжение воздуха не дает ей это сделать. Чтобы нам избавиться от нее, нам нужно подать сюда давление воздуха. Показываю. Как видим, жидкость легко покидает занимаемый объем. Так можно опустошить всю емкость. Теперь, как это работает на нашем теле. Для начала нам нужно качественно очистить полость носа. На эту тему я снял отдельное видео. Ссылка в описании. Затем переходим к основной процедуре, к продувке. Если у нас заложена правая гаймара у пазуха, правая лобная или правая сторона решетчатого лабиринта, нам нужно лечь на левый бок. Повыжимся. Ждем 10 секунд, чтобы гной встегся к выходным отверстиям, так как он, в отличие от воды, имеет большую вязкость. Затем глубоко вдыхаем, зажимаем рот и нос, и подаем давление в полость носа, как бы пытаясь высморкаться. Держим давление 2 секунды, чтобы за заходящим в пазуху пазухи воздухом успел схлопнуться в слой гноя. И затем воздух, попавший туда под давлением, выдохнет порцию гноя в полость носа. Затем встаем. Как правило, гной у нас уже потек. И помогаем ему легкими высморкиваниями. Затем повторяем процедуру. Ложимся. Ждем 10 секунд. Закрываем рот и нос, и подаем давление. И также высморканность. Во время крайней продувки я рекомендую полежать минуту, чтобы гной окончательно стекся к выходным отверстиям, и мы полностью освободились от него. Затем проверяем другую сторону. Соответственно, левую сторону проверяем на правом боку. Во время крайней болезни у меня вышло около 15 продувок, чтобы освободить одну сторону. Мне сразу стало легче. На следующий день гноя не образовывалось, и через день я выдал еще одну порцию гноя. После этого меня это не беспокоило. Далее опустошаем кленовидную пазуху, если есть в этом необходимость, или чтобы нам просто успокоиться. Для этого нам нужно наклониться лицом вниз и сделать все то же самое. Ждем 10 секунд, глубоко вдыхаем и подаем давление в полость носа. Данную процедуру я рекомендую сделать минимум раз в 7, даже если у нас не выходит гной. Так как кленовидная пазуха находится всех дальше в полости носа, и гной, выходящий, может сразу поступать в глотку. Таким образом можно опустошить все пазухи и избавиться от болезни. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии и будьте здоровы!